Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы занимаемся анализом Московской организации движения и выдвигаем предложение, где что и как можно улучшить, чтобы повысить безопасность, чтобы увеличить производственные способности. У нас есть отдельное направление, посвященное пешеходам, где мы стараемся увеличить удобство, уменьшить время ожидания повысить безопасность пешеходов без ухудшения по возможности движения автомобилистов. Если говорить о проблемах безопасности, мы столкнулись с тем, что меры по повышению безопасности, которые в основном сейчас применяются, если говорить о локальных, они в основном двух типов. Это установка светофоров и это установка искусственных дорожных неровностей, которые более известны как лежачий полицейский. Арсенал, таким образом, достаточно бедный, опыт зарубежных стран у нас пока применяется, учтен достаточно мало. ГОСТы, по которым сейчас все проектируется и строится, они еще родом из 70-х годов. Есть масса способов, каким образом можно повысить удобство и безопасность для пешеходов. Мы многие из них предлагаем как в текущем режиме в работе с правительством Москвы, с Центром ГДД, со стройкомплексом, так и более глобальные, которые требуют изменения уже нормативной документации. Если говорить про локальные меры, да, это действительно установка светофоров, причем установка светофоров прежде всего с ТВП, с кнопкой по вызову. Что это дает? Это позволяет пешеходу включить себе зеленый сигнал, когда он подходит к светофору. Если пешеходов нет, будут ехать машины. То есть это очень оптимальное средство регулирования движения, то есть обеспечение и волки сытой, и овцы целы, что называется, для мест, где не очень высокая интенсивность пешеходных переходов. Значит, второе, еще один из способов, он более капитальный, у нас пока ГОСТ, опять же, это не предусмотрено, в местах пешеходных переходов, особенно широких, необходимо делать освещение переходов сверху. Это решение, которое применяется много где за границей, у нас пока оно только в экспериментальном порядке. У нас пока, в основном, идут по пути освещение знака, что здесь есть пешеходный переход, а нужно идти по пути освещения самого пешехода, чтобы его было видно в темное время. Это, конечно, особенно актуально в зимнее время, когда у нас световой день, там, 4-5 часов, а все остальное или сумерки, или уже темнота. Вот первый опыт у нас на Рязанском проспекте, на Нижегородской улице, там не совсем темальное решение, тем не менее, в общем, эксперимент показал, что это работает, что видимость пешеходов улучшается. Дальше, значит, еще одно из средств повышения безопасности, это в местах переходов уширение тротуаров. У нас сейчас, вот даже если мы, так сказать, выйдем на улицу из этого прекрасного здания, а мы увидим здесь рядом с домом пешеходный переход, ширина тротуара в месте пешеходного перехода ровно такая же. Автомобили, как правило, стоят прямо вплотную, хотя по ГОСТу они должны быть стоять не ближе, чем в 5 метрах. Собственно говоря, наше предложение заключается в том, чтобы там, где автомобили по ГОСТу не должны стоять, и, соответственно, часть самого пешеходного перехода выносить как бы на островок. То есть, тем самым проезжая часть останется, как она есть, длина, так сказать, для пешехода, длина перехода улицы, значит, для пешехода сократится, и улучшится видимость пешехода, проезжающего автомобилем, поскольку если он будет стоять на кромке островка уже, его видно. Сейчас он, так сказать, стоит за машинами, его не видно. Мы сделали анализ Пятницкой улицы полностью, мы полностью, так сказать, ее переделали в, что называется, сделали проект вот в этой идеологии. Когда мы выравниваем проезжие части, мы размечаем парковку не так, как сейчас стоят там, значит, по, как Бог на душу положит, а по разметке. Тем самым, казалось бы, на улице, где в центре, где мало что можно сделать, мы и повысили безопасность пешеходов и их удобство, и не ухудшили движение автомобилистам, более того, даже увеличили количество парковочных мест. Значит, если говорить о более глобальных вещах, сейчас реализация у строя комплекса Москвы огромное количество строительных проектов, это реконструкция магистрали, это строительство новых магистрали, а в рамках большинства из них предусмотрено строительство большого количества подземных пешеходных переходов, ну, также и надземных. Что здесь хотелось бы сказать, так сказать, в последнее время распространяется убеждение, что подземные переходы – это слово, вот мы, в общем, противники этого убеждения, так сказать, понятно, что, допустим, в центре Москвы и через маленькие улочки, там 2 плюс 2 полосы – это бессмысленно, подземные переходы, да, там нужно ставить светофоры, там переходы должны ставаться наземными. Если мы говорим про вылетные магистрали, если мы говорим про улицы шириной, там 6-8 полос и более, здесь подземные переходы более чем уместны. Что бы я, так сказать, хотел отметить в порядке критики, сейчас у нас на некоторых магистралях, в частности, на Варшавке, мы наблюдаем некоторый перекос в сторону надземных переходов, в частности, около метро Нагатинская, то есть мы считаем, что это неправильно. Там стоило бы сделать подземные, причем соединить его с выходом из метро, поскольку надземные – это значительно выше подниматься, и там значительно сложнее обеспечить перемещение, переход улицы маломобильным группам граждан. Да, там считается, что там делаются лифты, но практика показывает, к сожалению, что лифты у нас в надземных переходах не работают. То есть они работают один день в момент открытия, дальше вешается висячий замок, и как-то вот воспользоваться им реально нельзя. С подземными проще, с подземными, значит, если, во-первых, там меньше ступенек раз, во-вторых, там можно сделать, и сейчас предусматривать, в частности, по Ленинскому, пандусы. Не те пандусы, которые рельсы на ступеньках, а бетонные с уклоном 7-8%, то есть по которым заехать и съехать может даже инвалид на коляске, так сказать, не только там мама с коляской. Да, значит, еще из инициатив, которые мы в частности предлагаем, это ввести в ГОСТ, разрешить диагональный переход на перекрестках. Но это относится только к перекресткам, где есть полная пешеходная фаза, то есть когда все машины стоят, идут только пешеходы. Это, опять же, мировая практика. Рисуется зебра там крест-накрест перекрестка, она позволяет пешеходу значительно сократить время перехода и дистанцию перехода, не ухудшая при этом безопасность. Значит, ГАИ предварительно мы имеем одобрение при условии, так сказать, которые мы сами выдвигали, что да, она только полностью пешеходная, что никакие машины в это время не едут. Мы рассчитываем, что это будет в ГОСТ в ближайшее время внесено. Значит, еще одно из тоже мероприятий по безопасности пешеходов, которые мы предложили, как мы все знаем, у нас в местах остановки предусмотрена ГОСТ, там желтая такая разметка. В основном она по правому краю правильной части, около остановки размещается. Причем в ГОСТе не написано, у какого края, но размещается у права. Так вот, когда речь идет об автобусной остановке, которая справа, край правильной части, естественно, там логично размещать. Когда речь идет о трамвайной остановке, вот эту самую желтую разметку, эту желтую линию, значит, логично размещать в центре правильной части, непосредственно там, где трамвай остановится, из нее выйдут пассажиры. Вот эта практика, допустим, Перми, мы обратили на нее внимание ГАИ Москвы, с прошлого года это начали внедрять, и, так сказать, в виде эксперимента пока что, сейчас эксперимент оказался успешным, и это будет внедрять повсеместно. То есть это, в общем, позволит водителям все-таки лучше прогнозировать, что вот трамвай, который едет, он сейчас вот здесь конкретно остановится, из нее выйдут пешеходы. Наверное, имеет смысл передать слово Владимиру, возможно, он меня дополнит еще какими-то данными по статистике. Ну, начнем со статистики. Вот ГИБДД неплохой анализ за прошлый год наездов на пешеходов подготовила, именно на пешеходных переходах. К сожалению, Москва на первом месте вообще по количеству наездов на пешеходов, в процентном отношении, более 40% всех ДТП, связанных с пострадавшими, происходит в Москве. И в прошлом году пострадало порядка 2,5 тысяч пешеходов. Хотя некоторые снижения, конечно, по сравнению с 2011 годом, но, тем не менее, эта цифра сама по себе просто неприемлема. Итак, из этих 2,5 тысяч, так сказать, более, около тысячи именно на пешеходных переходах пострадало. Поэтому проблема очень серьезная, и вот то, что делает Департамент строительства, должно как-то изменить ситуацию. Напомню, что в 2011 году было построено 49 подземных пешеходных переходов, вне уличных, скажем так, и подземных, и надземных. В 2012-м 23, и вот на 2013-2014 год планируется 67 вне уличных пешеходных переходов. Мы всячески поддерживаем эту инициативу, эту, так сказать, концепцию новую, разделение потоков пешеходов и машин. Это впервые реализуется столь серьезно вообще в России. Однако стараемся учесть интересы москвичей с ограниченными возможностями. И, должен сказать, что все надземные пешеходные переходы должны оборудованы быть гидравлическими лифтами, часть подземных также. И, по крайней мере, удобные пандусы для спуска также должны быть сделаны. Опыт реализации проектов по строительству бессветофорных магистралей показывает, что очень важно участие жителей на этапе проектов и строительства. Мы имеем положительный опыт, связанный со строительством Северо-Западной хорды. Как вы знаете, вот две улицы, Большое Академическое и Народное ополчение, где началось активное строительство. Первоначально было много замечаний. И в результате нашей работы с проектировщиками, в том числе с поддержкой, естественно, жителей, мы опираемся, прежде всего, на мнение жителей районов, два из надземных пешеходных переходов на Большое Академическое были переделаны в подземные. И количество пешеходных переходов на улицы Народного ополчения было увеличено на целых три. Таким образом, в принципе, схема пересечения этих улиц, она остается такой, как была, исключением одного момента. Все-таки один пешеходный переход, два пешеходных перехода на Народное ополчение имеют расстояние между собой 400 метров. В то время как ГОСТ у нас, как вы знаете, 300 метров. Однако максимальное расстояние. Однако это, конечно, не является большой проблемой в том случае, если все остановки общественного транспорта обеспечены пешеходными переходами, и центров притяжения на этом участке между двумя пешеходными переходами, каких-то поликлиник, каких-то торговых центров, их нет. Поэтому, ну, в принципе, мы ориентируемся на мнение москвичей. И, в частности, в процессе вот реконструкции вылетных магистралей было выявлен, так сказать, ну, выявлен просчет проектировщиков на Варшавском шоссе в районе метро Анина, Янгеля и вообще на шести пешеходных переходах при расширении проезжей части, при строительстве дублеров вдоль Варшавского шоссе пешеходные переходы не проложили под дублерами. Получается так, что для того, чтобы перейти дорогу, сначала надо перейти светофор, светофорный пешеходный переход с одной стороны шоссе на дублере, потом, значит, подземный пешеходный переход, потом опять дублер, опять светофор, или же один светофор на одном из дублеров. Это неправильно, и, в общем-то, Непигон, Генплан, несколько, так сказать, руководители удивились, что такое решение было реализовано МОСЭНШ-проектом, и мы надеемся, что это будет исправлено. Но это заслуга, прежде всего, жителей, которые проявляют активность и требуют обеспечить, в общем-то, нормальные, безопасные условия передвижения. Также хотел бы сказать, что есть ряд вопросов, которые меняют, в принципе, ситуацию в городе. В частности, вот, что касается безопасности наземных пешеходных переходов, там, где, так сказать, нет смысла или нет возможности продолжить подземные пешеходные переходы, правительство, департамент транспорта и департамент строительства рассматривают сейчас вопрос о приподнятии уровня пешеходного перехода над уровнем проезжей части. Это наша идея, которую мы... То есть не наш, это европейский опыт, который, так сказать, мы давно пытаемся внедрить в Россию. Так вот, уже всерьез смотрится, прорабатывается документация о устройстве таких пешеходных переходов, по примеру некоторых городов, в том числе Питера, но приподнимать проезжую часть предлагается на 10 сантиметров. Это гораздо лучше, это, ну, в общем-то, та высота, которую обеспечит лежачий полицейский. Мы всячески поддерживаем эту инициативу и одновременно предлагаем новую инициативу. Дело в том, что вот количество наездов на пешеходных переходов в основном это связано с плохой видимостью пешехода, с плохой видимостью самого пешеходного перехода. И наибольшее количество наездов происходит на двухполосных, это одна полоса в одну сторону и одна в другую, и на четырехполосных дорогах. Так вот, видимость пешеходного перехода, причем части этих улиц не позволяет приподнять уровень пешеходного перехода или поставить лежачего полицейского. Это улицы, которые не относятся к улицам внутри района, соединяют несколько районов. Так вот, на этих улицах, по крайней мере, с полосностью 4 и более, или там 6, необходимо ставить, кроме светофоров, необходимо делать островки безопасности. Это реальные островки безопасности, не обозначенные разметкой, которая стирается и вообще не видна водителям. Это островки по типу, как, допустим, на Зововской площади, вы знаете, самый длинный пешеходный переход у нас в России, 18 полос, и там есть островок безопасности, который защищает пешехода с помощью бордюрного камня. Это общепринятая практика в Европе, и, в принципе, даже двухполосные дороги, а четырехполосные в обязательном случае, так сказать, оборудуются островками безопасности, так как, в принципе, количество, очень многие наезды происходят именно при нахождении пешехода на полосе между потоками. Кроме того, я рад, что наконец-то будет реализована, внедрена система видеофиксации нарушения пешеходного перехода. Это вот поток, камера поток ПДД, которую мы активно, так сказать, пропагандируем и поддерживаем ее внедрение. Вот в течение полутора лет она стояла на садовой самотечной, и, так сказать, только сейчас есть понимание у сотрудников ГИБДД и у московского правительства, что она необходима. Суть ее в том, что это не просто камера фотофиксации, это видеофиксация, сюжеты по 6 секунд, которые автоматически выбираются такой интеллектуальной камерой и записываются, и, в общем-то, в 90% случаев, так сказать, они подтверждаются как нарушение. То есть, вот эти вот меры, они позволят значительно сократить травматизм на дороге и заставить водителей, в общем-то, соблюдать правила и соблюдать скоростной режим. В связи с этим, еще раз, у нас есть одна интересная тема. В пятницу Госдума приняла в первом чтении поправки в закон правил дорожного движения. Это поправки достаточно обширные. Но что касается пешеходов, вы знаете, что повышается минимальный уровень штрафов для всех. К сожалению, мы и против, конечно, того, чтобы уровень штрафов для пешеходов был поднят, пока не обеспечены безопасные пешеходные переходы. Но, тем не менее, вот общий подход, все штрафы повышаются для водителей, пешеходов. И теперь получается так, что ныне камеры видеофиксации фиксируют превышение скоростного режима только на 20 километров. То есть, если разрешена скорость 60, то, значит, штрафы выписываются с 83 километров, потому что 5% это погрешность прибора, то теперь штрафы будут выписываться, как положено, при превышении на 10 километров. Это связано с простой проблемой. Штраф был 100 рублей за превышение скорости на 10 километров. И было экономически невыгодно рассылать штрафы, так сказать, получать... То есть, это был убыток для бюджета. Теперь, когда штрафы будут 500 рублей, водителям придется снизить скорость. Это не снимает наше предложение относительно снижения скорости, в принципе, в городах, на улицах, где не разделены потоки пешеходов и водителей до 50 километров в час. Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая реализована во всех странах, кроме стран СНГ. И, в общем-то, наши водители ничем не отличаются от европейских. Более того, они менее законопослушны. Это меры необходимы. И, тем не менее, снижение скорости на 10 километров – это все равно первый шаг, который покажет, что, в принципе, ничего не меняется. Вот Андрей уже говорил, учитывая характер движения в Москве – 25-27 километров в час в рабочие часы, снижение разрешенной скорости на 10 километров – это увеличит время пробега на секунды буквально на участках длиной 3-5 километров. Должен сказать, что, что касается освещения пешеходных переходов, это суровая необходимость. Однако опыт на Рязанском проспекте мы оцениваем как отрицательный. Я езжу там сам регулярно. Должен сказать, что те приборы, которые поставлены, они как бы перпендикулярно дороге со стороны тротуаров поставлены. Они освещают грудь и спину пешехода, и совершенно пешеход не виден со стороны водителей. Более того, опыт эксплуатации показал, что во время снегопадов, когда долго не было солнца, эти батареи разряжаются и просто не светят. И, в принципе, освещаться должны именно пешеходы, а не разметка пешеходного перехода, потому что водитель не обязан затормозить, по нашим правилам дорожного движения, перед пешеходным переходом. Он тормозит только, чтобы пропустить пешехода. То есть, если он не видит пешехода, он не тормозит, а пешехода он не видит. То есть, нечего экономить, нужно размещать, освещать, освещать, освещать элементы сверху. Хотелось бы еще остановиться на интересном процессе, который идет в Москве. Это увеличение количества пешеходных зон. Вы знаете, что 19 зон будет в Центральном округе и практически по 2-3 зоны в каждом из округов. Мы весьма положительно оцениваем эту инициативу. Она нужна не только москвичам, она нужна приезжим, которые хотят посмотреть Москву и совершенно не имеют возможности этого сделать. Я подготовил к нашему заседанию презентацию, но, к сожалению, мы не успели ее показать. Мы прошлись, ребята из Союза прошлись по улицам Москвы во прошлой неделе в плане подготовки к нашей сегодняшней встрече. И выяснилось, что, в принципе, вот та ситуация, которая была в октябре, когда все тротуары были заставлены машинами, все пешеходные переходы, она повторяется. Тверская улица, она была освобождена сначала полностью, потом до Пушкинской площади. Так вот, от Пушкинской площади и до Маяковки все заставлено автомобилями. Есть интересные фотографии, некоторые там водители из регионов закрывают свои номера, чтобы камеры в виде фиксации не могли зафиксировать. А, так сказать, московские водители, они прям ставят посередине тротуар машину, бросают ее, а пешеходы, получается, там просто очереди для прохода создаются. Проблема, ну, известная, и, в общем-то, правительство Москвы пытается ее решить с помощью, ну, по закону. Дело в том, что сотрудники ГИБДД просто не имеют физической возможности заниматься, возить наши штрафтодоянки и выписывать штрафы, потому что они заняты оформлением протоколов о ДТП. Я уже называл эту цифру, мы посчитали, значит, у нас за год происходит, по данным Российского союза автостраховщиков, более 2,5 миллионов ДТП. В них участвует порядка 6 миллионов автомобилей. Так вот, для того, чтобы оформить эти протоколы, на каждый протокол требуется от часа до полутора, ну, с учетом переездов и так далее. И я вам должен сказать, что 15 тысяч сотрудников ГИБДД, вот, если они занимаются 8 часов оформления протоколов, они каждый день должны, каждый день, так сказать, в течение 365 дней, 15 тысяч занимаются только оформлением протоколов. Когда заниматься профилактикой и, так сказать, штрафовать водителей за нарушение правил парковки, совершенно непонятно. И из-за этого вот такая ситуация в Москве и в других городах происходит. Так вот, есть законопроект, который передает функции по наложению штрафов за неправильную парковку на специально созданный муниципальный орган. То есть, передает эти функции от ГИБДД, ну, условно говоря, парковочной полиции. Я не знаю, как она будет заниматься, но такая функция будет передана городу. И надеюсь, что ситуация изменится. Тем более, что кроме тротуаров, автомобили стоят и на пешеходных переходах. Это создает, в общем-то, усложняет пешеходам возможность перехода и ставит их в ситуацию более опасную. Ну, по очевидным причинам. Потому что одна из главных проблем, связанных с наездом на пешеходных переходах, это выход пешехода из-за стоящего транспортного средства, когда он не виден водителю, а как он может быть виден, если пешеходный переход заставлен машиной. Вот как раз эту проблему, пока Владимир смотрит, и мы предлагаем решить островковую безопасность. То есть, все равно, так сказать, тот участок проезжей части, по которому ездить нельзя, на котором стоять нельзя, поднять его в борту и тем самым увеличить видимость пешехода. Я согласен. Так вот, что касается страховой безопасности, двоякий эффект. С одной стороны, пешеход имеет возможность быть защищен. То есть, он, увидев, что на него надвигается автомобиль, он прячется за островок, и у водителя очень часто видит, как происходит наезды. Водитель видит пешехода внезапно, он уклоняется от него и наезжает на другого пешехода. Если вот эти островки будут поставлены там на одной, двух, четырехполосных дорогах, то, в принципе, есть возможность добежать, спрятаться где-то. Более того, самое главное, что в случае наличия островка водители обязательно увидят пешеходный переход. Не нужно никакого дополнительного освещения, нужно приподнять, так сказать, уровень пешеходного перехода. Островок будет обозначен знаком, он стоит на, так сказать, полосе движения. И никуда он не денется, понимаете. Если знак висит где-то затенен деревьями или же, так сказать, над дорогой очень высоко, и водитель его не видит, то островок безопасности он увидит. И самое интересное, что это европейская практика, и она применяется везде, даже на двухполосных дорогах. На четырехполосных дорогах это уж, ну просто в обязательном виде, в обязательном порядке. Также мы ожидаем, что все же будет реализована инициатива ГИБДД о раскраске пешеходных переходов в два цвета. То есть, кроме белого, еще и в желтый. Потому что я видел всего два пешеходных перехода, которые так попробовали раскрасить. Я считаю, что это очень полезно, и это тоже общепринято в Европе, такая практика. То есть, в целом, Москва, но впереди как бы Россия всей. Я должен сказать, что, например, сейчас наше отделение в Рязани, в Владивостоке пытаются обеспечить безопасность пешеходных переходов, тротуаров, построить тротуары элементарно. Это все с большими проблемами решается, и нужно ждать, не хватает денег. При этом есть тенденции, когда общественность начинает контролировать использование дорожных фондов. Потому что получается, что источник финансирования строительства дорог, их модернизации, для большинства регионов это только дорожные фонды. Это хорошо, что Москва изыскала возможности иные, потому что источник финансирования дорожные фонды. Так вот, дорожные фонды пока не предусматривают целевого финансирования мероприятий по безопасности дорожного движения. Это одно из наших требований, чтобы целевым образом на финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения было выделено 15%. Потому что это спасенные жизни, в то время как пока все деньги дорожных фондов закатываются в асфальт, это уменьшает материальные потери водителей. Это тоже, конечно, связано с авариями, но тем не менее спасение жизни напрямую и спасение транспортных средств от повреждений – это совершенно несопоставимые ценности с точки зрения человека. Мы считаем, что безопасность дорожного движения и безопасность пешеходов должны быть поставлены в первую строку и должно быть целевое финансирование вопросов, связанных именно с безопасностью дорожного движения. – Я могу дополнить. – Да, пожалуйста. – Несколько вещей хотел отметить. Про островки совершенно мы согласны с этим. Должны быть посередине, прожили части островок именно в борту. Причем это актуально не только для городских, а еще и для загородных дорог особенно. Далее, по светофорному регулированию. Здесь мы на нашей практике увидели, насколько много возможностей кроется здесь и по повышению способности, и по безопасности. В частности, есть одна большая проблема, которой в Москве уже нет, а в России она сохранилась. У нас в Москве все светофоры пешеходные. Если говорить зеленым пешеходам, никакие машины в этой фазе пешеходный переход не пересекают. Ни поворачивающие налево, ни поворачивающие направо. В России, к сожалению, практика другая. У нас сплошь и рядом распространено двухфазное светофорное регулирование даже очень сложных длинных перекрестков многополосных, когда там по четыре полосы в каждую сторону с каждой стороны, и всего две фазы светофора. Получается, что в той фазе, в то время, когда пешеходы переходят 10 полос, вот эти самые 8, в это же время туда поворачивают машины налево, в это же время туда поворачивают машины направо. То есть левые повороты, получается, что называется, на сленге светофорного регулирования, на просачивание. То есть человек должен встать в левом ряду, убедиться, что его все пропускают и проехать. А если со встречного направления так же люди стоят в левом ряду, просто из-за них ему не видно, кто дальше летит во второй, третий, четвертый и так далее полосах. И интернет пестрит роликами, наверняка, смотрели там главную дорогу, другие передачи, когда аварий на перекрестке, кто-то поворачивает налево, его бьют в правый бок. И он отлетает, как правило, куда? На тротуар или на пешеходный переход, в сторону пешеходов. Я сам видел таких роликов, не один десяток. Это связано, то есть казалось бы, водитель нарушил, водитель не уступил, а проблема в том, что у него часто физической возможности не было заметить, что кто-то там летит, что ему не уступают. Это решается раздельным светофорным углированием перекрестка. То есть первое, левые повороты одновременно с пешеходами совершенно точно должны быть исключены из практики. Левые повороты на перекрестках, где четыре полосы в каждую сторону на просачивание точно должны быть исключены. Должна быть либо отдельная светофорная фаза, когда людям загорается стрелка, они уверенно, спокойно видят, что встречные стоят на красной, поворачивают. Либо в каких-то отдельных случаях можно левый поворот отменять, их переносить через бульвар на разворот, дальше как-то на разворот. Но, так сказать, это мы идею озвучили в ГАИ. Они, в общем, не то, что они были удивлены, что такое существует, но просто в Москве давно уже цивилизованная практика. То есть у нас таких аварий на перекрестках, связанных с плохой работоспособностью, мало. А по России, к сожалению, сплошь и рядом. Это мы сейчас будем продвигать в качестве инициативы. Мы считаем, что одно вот это, регулировка светофоров, остановка топливных секций, выделение пешеходных фаз, оно способно повысить безопасность очень здорово. Далее, по Ленинскому, значит, несколько вещей я хотел сказать. Значит, из критики, там устраняется, ликвидируется сейчас 4 пешеходных перехода по проекту реконструкции. Два из них, мы однозначно считаем, что нужно делать подземными. Мы будем это предложение подавать. Но в целом проект, как бы, так сказать, не говорили критики, он не снижает, он повышает пешеходную доступность, пешеходную связанность двух частей Ленинского. Почему? Сейчас пешеходы ждут переход через Ленинский 2,5-3 минуты. А поскольку Ленинский протягивает, это федеральная, можно сказать, трасса, это трасса, значит, спецтрасса, то, что называется, там огромный трафик, поперечные направления стоят, а ждут по 2,5-3 минуты. Вместе с ними стоят, ждут пешеходы. Как только мы основное направление, самое загруженное, выводим в тоннель или на эстакаду, у нас тут же появляется возможность поперечным направлением дать значительно больше времени для перехода в процентном отношении. То есть сейчас у нас цикл 3,5 минуты в часы пик, его можно будет сделать в полторы минуты. То есть пешеходы будут уже ждать не 2,5-3 минуты, они будут ждать 30 секунд, 40 секунд, максимум минуту от первого момента. Второй момент, на Ленинском сейчас есть несколько нерегулируемых пешеходных переходов. На мой взгляд, это вообще атавизм и варварство через трассу шириной 8 полос иметь нерегулируемые наземные пешеходные переходы, когда, что называется, увернулся, не увернулся. В прошлом году по статистике ГАИ было там больше десятка аварий на Ленинском, на счастье пешеходов, там несколько человек погибло. То есть однозначно, да, по проекту будет построено 5 подземных пешеходных переходов через Ленинский с удобными бетонными пандусами. Мы считаем, что нужно добавить еще 2 обязательно. Вообще мы считаем, что вот ГОСТы, о которых Владимир говорил, нужно так же корректировать, нужно частоту пешеходных переходов. Если мы говорим про жилые зоны, в городской среде, вот как Ленинский, нужно бы снижать с 300 метров до 200. То есть когда речь у нас про промзоны, отсутствие точки притяжения, отсутствие больших пешеходных потоков, да, там, пожалуйста, 300, 400, так сказать, как, возможно, там же можно надземные. В жилых зонах, конечно, однозначный приоритет подземным и большая частота переходов. – Ну, еще только два замечания. Значит, есть еще одно предложение, которое в том числе ГИБДД поддерживает, о повороте, разрешении поворота на красный фейстофор направо. И мы уже высказались неоднократно. – Это совершенно ошибочное предложение, потому что 26% наездов именно на пешеходов происходит при повороте направо. Пешеходам разрешено пересекать перекресток, даже там, если он не обозначен пешеходным переходом, при разрешающем сигнале светофора для автомобилей прямо. То есть пешеход и так уступает дорогу, поворачивающим с как бы параллельного направления. Но здесь еще получается, что он проходит несколько рядов автомобилей, выходит для того же завершения своего перехода. И вот здесь его элементарно сбивает водитель, который просто не видел его за автомобилями, стоящими слева. Это категорически, так сказать, неправильно, и эта практика никогда не применяется в Европе. – Владимир, здесь я возражу, поскольку, так сказать, один из авторов предложения. Во-первых, разрешение поворота на красный фейстофор предполагается не везде, где попало, а исключительно при установленной дополнительной металлической секции. И никто же не заставляет эту металлическую секцию установить везде. А ее можно установить там, где пешеходов нет, или где их минимум. Это первый момент. Второй момент. По правилам движения у нас даже сейчас при повороте под зеленую правоповоротную секцию водители обязаны наступить всем остальным участникам движения. Там достаточно так невнятно сформулировано, непонятно, имеется ли там в виду пешехода или нет. Там про проезжающих. Значит, это нужно править. При повороте на красный свет прямо прописать обязанность водителей уступать всем участникам движения, как автомобилям с встречных и перечных управлений, так и пешеходам. Андрей, я тебе хотел бы дополнить несколько. Дело в том, что, может быть, твоя идея в основе своей была и такой более безопасной, но теперь ГИБДД предлагает вместо стрелки, то, что ты сказал, дополнительная стрелка на светофоре, которая горит там, это, понятно, дополнительная полоса для поворота, просто вешать металлическую секцию. Это стрелка, это не секция даже, это стрелка, которая позволяет, в общем-то, поворачивать всегда. Это неправильно категорически. Не везде вешать, а только там, где это обеспечено условием безопасности. Это предполагается как точечное мероприятие, не как вас. Вот это ошибочно в чем заключается? Дело в том, что водитель руководствуется при, так сказать, проезда по дорогам определенными представлениями и, как бы, принимает решения автоматически. Например, почему необходимо по-разному оформлять магистрали, которые там 90 километров, 60 километров, с тем, чтобы водитель автоматически знал, что тут не будет выездов там справа, так сказать, без разгонной полосы, чтобы он спокойно ехал и принимал решения в зависимости от условий движения. В данном случае получается, что водитель должен каждый раз перестраиваться, так сказать. В одном месте он имеет право проехать, в другом не имеет право проехать. И в результате неизбежны ошибки, потому что человеку свойственно ошибаться. Это, ну ладно, мы еще, я говорил уже в Думе на эту тему, так сказать, в комиссии по безопасности дорожного движения, они с пониманием относятся. Тем более, что тема эта уже поднималась в прошлом году, и мы, так сказать, смогли доказать, что это неправильно. Еще хотел сказать об одном нововведении в Москве. В общем-то, впервые будет построена подземная улица. Ну, это условное такое название. В районе университета там будет соединено три пешеходных перехода. И вот их назвали улицей, потому что ширина их до 12 метров будет. Там понятно, что в университете огромное количество студентов. И вот на этих широких пешеходных переходах, там не только они будут служить для перехода, но там видно будет какие-то, так сказать, ларьки там, то есть точки общепита и многое другое сделано. И вот это примерно около 200 метров, там 190 метров длиной будут три пешеходных перехода соединены. Ну, вот, в принципе, вся информация, которую я хотел вам донести, если какие-то есть вопросы. Пожалуйста, коллеги, если есть какие-то вопросы, прошу. Да, представьтесь, пожалуйста. Да, ну, в общем, мы написали ряд писем. Так сказать, в органы госправления получили ряд ответов, которые просто разочаровывают. Ну, по крайней мере, Федеральная служба по страховому рынку сказала, что проблема существует, но это не их вопрос, потому что это вопрос вышестоящего органа, это Минфин. Я никакого мнения как бы не высказал. Минфин, а в Минфине получилось так, что у них там управление, которое занимается вопросами страхования, там практически не осталось людей, потому что руководитель лежит в больнице, а исполнитель абсолютно не в теме. Они мне настолько невыразумительный ответ дали, так сказать, которым продемонстрировали полнейшее непонимание вообще основ страхования. Они сослались на то, что в соответствии с законом, изменение закона об осаду, который сейчас вот уже прошли первое чтение, значит, выплаты по вреду здоровью были подняты на 500 тысяч рублей. И каким образом это связано с страхованием гражданской ответственности пешеходов и, так сказать, с наездами страховых компаний на семьи погибших пешеходов, непонятно. Вот, ну, мы выдержали были написать уже, так сказать, президенту и продолжим усилия по организации цивилизованного рынка страхования в России, потому что, вот если уж говорить о изменениях в этот закон о страховании, в обоснующей части говорится о том, что выплаты для пострадавших будут увеличены до 500 тысяч рублей. Но, извините меня, у нас всего 0,15% пешеходов, которые сбиты на дороге, это около 70 тысяч человек в год, получают компенсации, потому что невозможно их получить, нужно иметь юридическое образование, и иметь деньги для того, чтобы нанять специалистов, которые, так сказать, соберут документы, там порядка 40 документов надо представлять. Можно доказать, что тебе нужна какая-то платная помощь. Да даже речь, когда идёт о погибших, понимаете, это там, так сказать, в случае, если кормилец погиб, то членам, так сказать, его семьи должна быть выплачена компенсация. Так вот, во-первых, об этом не знают большинство людей, о том, что такая компенсация получена. А потом элементарный документ, который надо подать, так сказать, их не подают. И страховщики спокойно продолжают получать сверхприбыль. По итогам 2012 года было собрано 106 миллиардов рублей страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности водителей, а выплачено всего 58. Понимаете, почти в два раза меньше выплачено, и при этом страховщики ещё собирались поднять тарифы на ОСАГО, но Минфин этому воспротивился. Сейчас идёт, в общем-то, первое чтение прошло. К второму чтению мы подготовили ряд поправок, которые позволят, во-первых, пешеходам получать информацию такую же, как водителям, потому что водитель имеет информацию о страховой компании виновника из полиса ОСАГО, который у них остаётся при оформлении договора, а пешеход этого не имеет. И пешеход не платил денег, и большинству непонятно, почему он может потребовать компенсацию. Этим всем надо заниматься. Ну, всё, чтобы не было интересного времени. Коллеги, большое спасибо. У нас, к сожалению, не осталось времени. Благодарю ещё раз, что вы посетили нашу конференцию. Спасибо. Продолжение следует...